В любом случае положительный, я думаю. Конечно, хотелось первое место, но, судя как закончился чемпионат, это последняя игра важная была для нас, и мы выиграли, я думаю, положительный. Оказалось, немножко вы скромно радовались Галаму. Это, говорит, ростовское прошлое. Моя команда прошлая, я там начинал, меня там любили, и поэтому скромно радовался. Здорово, как ты пересечешь с Карпином? Он не говорил вам, киргиз, что-то натворил? Да, после первотайма, да, после первотайма. Так, что он вам сказал? Как ты, бахтёр, сказал, всё, мы не успели толком поговорить. Ну, наверное, вы ответили лучше, чем у вас, да? Нет, нет. Дела. Чуть-чуть скромнее, да? Да, скромнее. Ну, что именно? Да, несколько нормально всё, после матча поговорим, как бы, не успели поговорить. Вы воодушевлены, впечатлены итогами сезона. А второе место, ну, это крутой результат для ЦСКА. Я думаю, да, крутой, но впереди ещё очень важный матч. Я думаю, если мы выиграем, тогда точно можно считать самым положительным. Ну, Косеев сказал, как будто с такой досадой, потому что я прочитал, что могло быть лучше, вполне могло быть золото. У тебя есть такая досада из-за этого, что не навязали до последнего борьба? Конечно, от Нефеев, сколько побед, сколько медалей, как бы, но для меня это первая медаль. Поэтому могло быть лучше, а могло быть и хуже. Ну, ты в Италию летом, я правильно помню? Уже приходишь. У меня два года контракта с ЦСКА. Хуйнее, ну, это же не мешает перейти в Италию. Принести деньги в ЦСКА. Ну, вы сейчас провоцируете, да, меня ходить? Ну, это он, да. Ну, посмотрим, честно, не хочу загадывать. Ну, у тебя какие цели амбиций с ЦСКА? Всё-таки стоит выиграть золотой. Я люблю ЦСКА, у меня два года ещё контракта. Отлично. Первая амбиция – это матч в следующей стране, на данный момент. То есть история о том, что сейчас в нынешнем российском чемпионате футболисты ни за что не борются, это вас не касается? Ну, нет Еврокубка. Как вы на это смотрите? Конечно, мне хочется Еврокубков. И что, болельщиков меньше стало ходить на матчи? Это, конечно, досадно, как бы. Получится, конечно, полные трибуны и Еврокубки, но выхода нет у нас. Такая ситуация. Что делать? Это грустно после вашей слои становится. Выхода нет, болельщиков меньше, Еврокубков нет. Такая ситуация, такая ситуация, что сделаешь. Это наши реалии. Конечно, грустно, но... В чем тогда ваша мотивация на будущее? Лично или командно? Лично. Лично. Ну, конечно, есть мечта поиграть в Европе, но... Будем работать, и дальше будет видно. А мечта связана с чем? С таким сумасшедшим взлетом Хвича? Нет, это с детства идет, скорее всего. В детстве всегда мечтал поиграть. А в детстве в какой стране мечтали поиграть? В какой стране. Ну, вот в той, которую он сказал? Да. В Италии? В любом. В любом. Вы сказали про болельщиков. Насколько это футболисты сами ощущают, что стало меньше ходить? Вот, скажем, у вас... Все ощущают как бы с первого дня и по сей день уже, ну, другой антураж, можно сказать. Даже бывает, перед матчем мы смотрим всякие ролики, обзоры, и там смотрим полные трибуны, как бы, и вообще грустно становится. Перед матчем... Обзоры смотрим, матч, да, прошлый матч, там ЦСКА, Спартак и так далее, да, там кубки всякие, и смотрим полные трибуны, и, ну, грустно становится, действительно. Но у тебя сейчас сборная Казахстана есть, я думаю, что там всегда полные трибуны. Как ты думаешь, если бы сейчас ЦСКА встретился в сборной Казахстана, какой у вас счет? Вот это провокатор, я даже не знаю, честно. Султан Лагучев к вам спустился в леди-балку, вы с ним пели печь, но ты летом вы относили вообще, знал ли вы по нему? Ну, конечно, знал, я думаю, наверное, из-за нас пригласили, в один раз пригласили. Да, мы очень любим его, особенно я, Кирилл Набабкин. И все, ну... И я думаю, сейчас видео выйдет... Ты слышал, что ли Султан привет вам передал перед матчем? Нет, его все любят, вообще все любят. Даже вот Загоев от нас в шоу, это вообще, наверное, он очень сильно любил его. Я думаю, сейчас видео выйдет, как мы праздновали, пели и посмотрим. У тебя какая любимая песня? Люблю и ненавижу. Вы не знаете, что это песня? Люблю и ненавижу. А можно петь? Люблю и ненавижу. Спасибо, друзья, спасибо, пойдемте. Спасибо, всем большое. Спасибо большое.